простой копейки как вы считаете какая сегодня самая большая проблема города севастополя ну как бенали в гостях бенали скажу что для меня проблема с 15 года когда мы зашли в законодательное поле российской федерации это кадры кризис кадров кризис кадров именно руководящего состава именно правительстве севастополя и даже законодательного собрания тоже то есть нет эффективных специалистов и проблемы действительно по внешность смотрите если конструктор конструктору поручат там сделать самолета еще что-то а он не бим-бим и у него даже не будет тех специалистов которые могут это сделать он сможет это сделать конечно нет как он это сделать если руководитель не бим-бим но не очень хорошие организаторские способности он смог набрать команду специалистов он в этом случае сможет сделать если он набрал команду конечно сможет сможет да вот он там не повезло поэтому я говорю что реальный кризис кадров севастополя это с момента вхождения законодательное поле россии это именно руководство глава голова скажем так живота вся мига разрушает избранные как мы говорим именно их команда в правительстве севастополя на низком к низкого качества то есть нету специалистов если у овсяников панамарёв был и сынулин были да и не знали кто продать как преобразовать группы то здесь вообще вы знаете меня удивляет то что москва ну я не знаю почему москва не реагирует на это почему не реагирует да ну по-разному многие люди парады я не хочу обсуждать вопрос я предлагаю да я просто вам вы мне задали ну да самая большая проблема еще раз повторюсь это кризис кадров кризис кадров городе севастополя конкретно в нашем городе тот же кризис идет и среди депутатов законодательного собрания если не всех но там есть законодательном собрании не могу говорить что сто процентов там есть люди которые имеют опыт и знания умения и желания но это на одной руке мы можем даже какой годные пальцы какой выход из этого положения выход если бы моё предложение что имело значение да и помогло севастополю то я с 15 года об этом и говорю что именно надо поставить сейчас вопрос на правительство севастополя на его руководство кто будет возглавлять у нас есть предложение но почему-то мне все время говорят что те предложения которые я даю это сепаратизм хотя я не вижу что здесь сепаратизма никакого нет но опять же кто стоит у штурвала тот диктует условия да и даже диктовать уже что-то наверх москву может писать не дам запятую казнить помиловать да вот так они будут я считаю и однозначно и убежденные отставила буду оставить свое мнение о том что севастополе минимум 80 процентов правительства севастополя должно состоять из местных специалистов севастополя депутаты законодательного собрания депутаты муниципальных образований должны только и севастопольцев во всяком случае минимум чтобы там работали люди которые были депутатами которые хотя бы минимум 15 лет последних 15 лет на постоянной основе проживали в севастополе и я считаю что такой подход должен быть не только в севастополе но и по всем регионам россии потому что где люди которые живут в городе в республике поселки где-то в селении да там или санхозе они лучше знают что нужно как нужно и они же и воспитывают кадры получаешь и кстати его знаете реально у нас очень в россии я имею ввиду да я не скажу что очень низко я вам наверно скажу что я имею право я же живу уже в третьем государстве не покидаю севастополь нет вообще какая-то подготовки кадров самая низкая школа по подготовке кадров и кадрового резерва по сравнению с тем что мы видели с вами и за странами есть чем сравнивать мы имеем право ну вы помните у нас был такой мэр города яйцуба наверно если бы сейчас бы яйцуба был мы бы не были в такой заднице я помню насколько все эффективно происходило и причем мы даже на тот момент даже не понимали насколько яйцуба во всяком случае я не понимал сколько яйцуба выполняет качественно свою руку по логичу и немного неправильно говорите на тот период мы не вникали в эту общественно-политическую да может так в эти проблемы в городе потому что у нас и фактически не было не было мы никогда не давали до у нас не было проблем вы занимались своим делом я своим остальные тоже почему потому что город города возглавлял чек которого выше забывать он бы помочь мне изменяет память был министром строительства у человека очень большой опыт жизненный опыт профессиональный но если человек там тамада или там я не знаю где-то там экскурсии или курс закончил по обольщении да ну как он может здесь нужен специалист хозяйственный производстве если этот вопрос ведь и вы задали мне очень простой вопрос короткий точнее вопрос но посмотрите вспомните при советском союзе почему я под хочу обоснование шел рост какой мастер если ты был бригадиром или ты с института приведет и был мастер старший мастер начальник участка начальник цеха или зам начальника цеха то есть у тебя шел рост ты проходил все ступени да и когда приходил молодой птенец скажем так такой он уже становился мужчины мужем становился таким руководителем правда не все стоят но все равно эту ступень проходили все а сегодня чё посмотрите ну может быть сейчас кстати в украине такая же была система единственный недостаток был севастополь это то что на все время снаряд его навязывали мэра который был там оранжевый про украинский сказать ну да чтобы так хотя в основном были наши все это последнее время и и и я я занимать пасты и вообще поднять я все больше чем севастополь у нас уменьшили ну все дело весело стопольцев никто ж не спорил